В суре «Ан-Нахаль» – «Пчёлы» из Священного Корана, в 36-м аяте Всевышний Аллах передаёт нам «Мы отправили каждой общине посланника. Поклоняйтесь Аллаху, избегайте тагута. Среди них есть такие, которых Аллах наставил на прямой путь, и такие, которым было справедливо предначертано заблуждение. Ступайте же по земле и посмотрите, каким был конец неверующих». Из этого аята, по мнению мусульман, можно сделать вывод, что пророки приходили в Азию, в Африку, в Европу и в Северную и Южную Америке. А также из первоисточников ислама известно, что концепция единобожия – Бог единый-единственный – была общей для древних народов планеты. Давайте рассмотрим интересные проявления веры в единого Бога среди древних народов планеты. В Древнем Египте первый шаг в формировании концепции единобожия был сделан Эхнатоном. Некоторые исследователи связывают Идриса, мир ему, с Эхнатоном, одним из древних египетских царей, от которого до нас дошли тексты, содержащие намеки на то, что он придерживался единобожия. Как передают некоторые источники в своей мольбе, обращенной к Господу, Эхнатон говорит «Ты – Господь, о единственный! Нет похожего на тебя! Ты создал землю такой, какой хотел! Ты один, ты создал ее, и нет у тебя соучастника!» Концепция единобожия была широко распространена среди народов Африки. Народ Бурундии называл Бога Имане, а когда говорили об атрибутах Бога, то произносили «Бесабуэй» – «Он один достоин поклонения». Так же говорят «Хабол Имане», только он делает, как пожелает. В Западной Африке народ Акан говорит «Нет Бога, кроме Него, который знает и видит все». Народ Йоруба говорит «Только Бог является мудрым». В Центральной Африке народ Баконга говорит «Он не сотворен никем и нет никого, кто превыше его». Народ Коса говорит «Камата», и они добавляют «Камайи-е-ум-дали» и получается «Камата-катайи», что в переводе с арабского означает «Аллаху-Акбар, самый великий и превыше всего». У индийских американцев имеются поразительные упоминания о государстве народе Чироки. Это было сильное государство, народ, у которого были огромные города с населением численностью свыше ста тысяч человек. И они были известны своей сильной верой в великую силу. Из письменного или устного народного творчества древних до нас дошли сообщения, что когда Чироки должны были начинать свои молитвы, они говорили «Я Аллах». Исходя из всех этих проявлений, можно полагать, что во всем мире концепция Единобожия есть повсюду. Следовательно, последний пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не проповедовал новое вероучение, а стремился пробудить в людях то естественное признание Единого Бога, что заложено внутри каждого. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был завершающим звеном в посланнической миссии. Последняя проповедь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которую мусульмане называют «Манифест прав человека в Исламе», была огласована на горе Джабал-ар-Рахма в долине Арафа. Вначале пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, восхвалил Творца, произнес шагаду, формулу Единобожия, то есть свидетельство, что нет ничего достойного поклонения, кроме одного Единого Бога, Аллаха, и что Мухаммад его пророк и посланник, посланный им к народу, чтобы научить их истинной религии. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, призывал людей к отмене кровной мести, межплеменной вражды, ростовщичества и процентов, экономического угнетения, возложив на каждого человека ответственность только за его собственные деяния. Завещал соблюдать права и свободу женщин. Коран и сунну, то есть его образ жизни, установил в качестве ключей к успеху. Если заглянуть в историю, то мы убеждаемся, что никакая другая религия, идеология, государства не распространялись так стремительно и так обширно. Послание, которое пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, передал людям, было таким отчетливым и настолько простым, что они смогли постичь его мудрость и обрели общий смысл существования посланников и пророков, приходивших с древних времен. И поэтому женщины и мужчины всех цветов кожи и всех национальностей, богатые и бедные, признали и выбрали эту религию, появившуюся в VI веке на Аравийском полуострове. Таким образом, ислам зарекомендовал себя и укоренился не только в Аравии, но и в Азии, и Африке, и Европе. В течение ста лет ислам развивался поразительно быстро и расширял свои границы, что историки до сих пор недоумевают, каким образом люди, а именно человеческое существо, смогло пронести послание через пространство, где бытовала атмосфера множества различных мнений и взглядов и сквозь большое количество государств и народов. Давайте попробуем вникнуть в смысл такого стремительного расширения ислама, и мы сможем понять, что особое внимание таухида, единобожие в исламе, сконцентрировано на единстве мусульман. А вопрос единства в исламской умме является очень важным и принципиальным вопросом, о чём очень часто говорится в священном Коране и сунне посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Всемогущий Аллах передаёт в Коране. Концепция единобожия в исламе базируется не только в признании единого Бога, но и на том, что все мы созданы из единой души и происходим из одной человеческой семьи. Немаловажной ценностью для таухида является единство знания. Мусульмане приобрели пользу из знаний древних египтян, древних ассирийцев, древних индийцев, древних китайцев и древних европейцев. Они собрали воедино знания со всей планеты. Важным моментом в распространении ислама является арабский язык. Имам Аш-Шафи'и сказал, «Каждый мусульманин должен изучать арабский язык в меру своего усердия, чтобы свидетельствовать на нём, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – его раб и посланник, чтобы читать на нём книгу Всевышнего Аллаха и произносить слова его упоминания». Арабский язык даёт возможность говорящему задействовать всю полость рта – зубы, язык, нёба, горло. Из этого следует заключить, что арабы, покидая границы Аравийского полуострова, с лёгкостью осваивали иностранные языки, так как обладали возможностью использовать любой участок полости рта. В стремительном распространении ислама немалую роль сыграли прекрасные качества арабских скакунов – быстрота, резвость, прекрасный нрав, выносливость. Арабские лошади служили исключительно для набегов, войн, защиты своей земли и веры, а переезды обычно совершались на верблюдах, которые вместе с тем служили и рабочей силой. Благодаря верблюдам мусульмане могли пересекать безграничные пустыни и имели возможность пробраться до земель, которых было практически нереально достичь. При этом всём мусульмане искусно освоили моря. Историками сообщалось, что один из подвижников пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, Укба ибн Нафи, да будет доволен им Аллах, отправившись к Атлантическому океану и добившись своей цели, оглядел его от края до края и сказал, «Если бы мне дали знать, что по другую от меня сторону есть земля, я бы продолжил свою миссию». Впоследствии он достиг озера Чад на юге. Когда мусульмане пересекли Африканское побережье, увидели там Макадальша, в конечном итоге назвали его Магадишу. Добравшись до группы островов, где луна была очень яркой, решили назвать их Чузуралькамар. Острова Луны, известные сегодня как Каморские острова. На восточноафриканском берегу Муса ибнабейк создал колонью, в итоге он стал Мазамбиком. Мусульмане двинулись в сторону Индийского океана и с помощью Дау управляли своими лодками, которые называли Хаббл, а в наше время Хаббл – это кабель. Использовали при этом астролябии, прибор для определения широты. Добравшись до Индийского океана, узнали про сезон дождей Мосим. Со временем эти грандиозные дожди стали называть муссоны. Альманах – это книги, которые писали мусульмане, с информацией путеводителя, чтобы помочь людям в путешествии по морям. А в современном мире уже говорят «альманах». Уолт Тейлор в 1830 году в силу активного распространения арабского языка записал в своей книге «Арабские слова на английском языке», около тысячи слов арабского происхождения на английском языке. На протяжении VII по XVII века мусульмане оказывали значительное влияние на мир стремительными темпами. Написанная Мухаммадом бин Муса Аль-Харизми «Книга картины Земли» – первое географическое сочинение на арабском языке и первое сочинение по математической географии произвела настоящий фурор на развитие науки. Он создал серию карт. На одной из карт был запечатлен Индийский океан, а на другой – Тихий океан. На карте Яванского моря, составленной Аль-Харизми и датируемой 820 годом н.э., имеются узнаваемые очертания полуострова Кейп-Йорк, залива Карпентария и Арнемленда. По-видимому, мусульманский мир открыл Австралию намного раньше европейцев. Эта древнейшая карта Австралии из всех существующих находится в библиотеке Страсбурга в Европе. А в X веке создатель другой знаменитой карты, Абу-Исхак Аль-Фарисе Аль-Истахри, в 934 году нарисовал, показав в деталях не только северные побережья Австралии, но описал Японию между Кобе и Токио. Вдобавок к этому, даже древние аборигены Австралии зарегистрировали прибытие к ним ранних арабских торговцев. Обнаружены рисунки, сделанные аборигенами Австралии, которые показывают два управляемых арабских морских судна. Рисунки были сделаны в пещере на острове Стэнли в бухте принцессы Шарлотты. Это в северном Куинсленде, в Австралии. Итак, мусульмане были в состоянии путешествовать во многие уголки планеты. И даже всплыла информация, что мусульмане курсировали по всему Тихому океану и сумели достичь группы островов, где было много ветра. И согласно находкам профессора Гарвардского университета, они назвали эти острова Джузур-Аль-Хавва. Это был остров больших ветров. И таким образом Джузур-Аль-Хавва стал называться Гавайи. На одном из островов они нашли жемчуг. На арабском языке слово перламутр, перл-жемчуг, означает лу-лу или лу-лу в некоторых произношениях. Поэтому, когда на карте мы находим точку, где сказано «ху-на-лулу», то в сегодняшние дни мы называем это Ганалулу. Испытываешь потрясение, когда обнаруживаешь в старинных картах так много арабских слов и названий. Даже в Соединенных Штатах Америки мы находим слова Мекка или Медина, которые повторяются множество раз. Мы можем найти в Южной Калифорнии город, называемый Мекка, Калифорния. В нем есть прекрасные финиковые пальмы. Там есть некоторые реликвии и доказательства присутствия мусульман и людей, говорящих на арабском языке. Но люди исчезли, а реликвии и названия остались. Аналогичные следы мы находим вдоль побережья Центральной Америки. Мы находим арабские имена и названия. Мы находим присутствие мусульман, когда-то пришедших из Западной Африки. И даже в Бразилии мы ощутим присутствие мусульман. Мы обнаружим такое слово, как расив, означающее берег или тропа на арабском языке, используемые в Бразилии. Мы найдем даже в Карибском регионе группу людей, которые относят себя к арабоязычному народу, который пришел с побережья Западной Африки. И таким образом, во многих частях света мы находим присутствие мусульман и людей, говорящих на арабском языке. Это шок для многих историков, потому что люди все еще находятся под влиянием того, что представляется им как факт, что Америку открыл Христофор Колумб. Наша же реальность совсем другая. Христофор Колумб случайно врезался в Америку на пути в Индию. В его мемуарах сообщается, что он намеревался встретиться с великим ханом Индии. Его навигатор Родриго де Триане мог говорить на арабском языке. Колумб ожидал увидеть великого хана, но неожиданно налетел на группу островов, и в итоге его сын отправился на Большую Землю, Материк. И то, что произошло потом, это был геноцид. Мы хотим посмотреть на историю не только с точки зрения Европы, но и с точки зрения всех людей этой планеты. Это лишь некоторые из нерассказанных моментов мировой истории. Иншаллах, мы продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok